Начнем. Так, я... Да, запись включена. Экран. Прошариваем. Так, коллеги, значит, вы должны сейчас видеть мою презентацию. Здравствуйте. Представлюсь еще раз. Меня зовут Илья Асачи, компания Tagger Optics совместно с Диалог наукой. Сегодня проводим презентацию-демонстрацию продукта Tenable SC. Это корпоративное управление уязвимостями. Значит, по плану у нас сегодня небольшой рассказ о Tenable, о решении, которое компания представляет, и демонстрация. Также сессия вопросов и ответов. Поэтому, если у вас есть вопросы, уже можете их задавать в чат. Значит, те, кто не знаком с компанией Tenable, это создатель легендарного сканера Nessus, который был уже скачен более двух миллионов раз по всему миру. Компания существует порядка 20 лет и на сегодняшний день является лидером по числу обнаружения Zero Day среди конкурентов своих. За прошлый год они обнаружили больше 100 Zero Day. Лидер в исследовании Forrester, лидер в новом исследовании ADC, лидер по покрытию CVE. И если говорить про Россию и СНГ, например, то более 250 заказчиков в этом регионе, которые используют продукты Tenable. Технологическое лидерство. Уже пару показателей назвал, в том числе по количеству CVE. В среднем мы видим то, что сканирование хоста занимает 5-20 минут. 30% оборота компания обратно инвестирует в разработку, в развитие, в инновации. На сегодняшний день более 58 тысяч CVE, которые может выявлять сканер Tenable. И совокупно с другими различными проверками и с другими способами выявления разными CVE, это 147 тысяч различных проверок на уязвимости, нарушения и так далее. Это тоже лидирующий показатель. И если мы видим, если появляется какой-то новый CVE, какая-то новая уязвимость резонансная, важная, то в среднем в течение 24 часов выходит новая проверка на уязвимости. Она становится доступна, естественно, всем клиентам Tenable. Значит, с точки зрения продуктового набора, что есть у компании? Значит, то, о чем мы сегодня поговорим, и основной продукт, это, конечно же, Tenable SC. Tenable SC – это корпоративная система управления уязвимостями, которая разворачивается полностью на площадке заказчика. И заметьте, я говорю не сканер уязвимостей, а именно система управления уязвимостями. Это большая… между этими двумя понятиями большая разница. Надеюсь, сегодня у меня получится донести эту разницу. Но, безусловно, сканер Nessus, тот самый популярный сканер, он является одним из источников данных для Tenable SC. Глобально также по всему миру набирает популярность облачная система управления уязвимостями – это Tenable I.O. Задача, по сути, та же самая, что Tenable SC, что то и Tenable I.O. Они выявляют уязвимости и оценивают соответствие различных средств, IT-средств. Просто это реализация на площадке, это в облаке. Мы видим то, что в России и СНГ популярнее Tenable SC, глобально Tenable I.O. и Tenable SC, наверное, они идут в ровень. Над всеми этими данными об уязвимостях есть надстройка, так называемый Tenable Lumen. Это облачная система аналитики, поддержки, принятия решений, коммуницирования, анализа, сравнения киберисков. Одна из интересных функций – это возможность оценить, как ваш уровень риска соответствует другим коллегам по цеху, анонимно, конечно же, и также увидеть интегрированный показатель вашего риска. Не просто количество уязвимостей, а некую циферку, там, от нуля до 800, по-моему, который показывает вашу уязвимость. И плюс эту циферку можно развивать по департаментам, по системам, по различным срезам и так далее. Tenable Lumen – это надстройка, как я сказал. Она работает как с Tenable SC, так и с Tenable I.O., но имейте в виду, что это облачная система. Значит, оба решения по управлению уязвимостями, что Tenable SC, что Tenable I.O., черпает свои данные из сенсоров. Сенсорами в нашем случае выступает сканерная, конечно же, классика. Это активный сетевой сканер, который может сканировать с авторизацией, то есть с использованием учетной записи, без авторизации, и также осуществляет проверку соответствия хостам на различные стандарты. CIS, например, PCI DSS и так далее. Есть сетевой монитор Nessus. Это, по сути, пассивный сканер, то есть это софт, который слушает копию трафика и может оттуда вытаскивать новые активы, новые хосты, новые виртуальные машины, уязвимости на них и так далее. Очень удобно, когда, например, у нас нет возможности, нам запрещают, например, посканировать по сети, потому что, может быть, системы слишком хрупкие или еще что-то такое. Или же также удобно это использовать в гостевом сегменте, где у нас просто нет возможности угадать, когда же надо сканировать. Мы считаем, например, что гостевые системы для нас являются риском. Кроме того, сетевой монитор Nessus отлично подходит для выявления как новых систем, так и уязвимостей в реальном времени, потому что, естественно, он слушает копию трафика и сразу видит, когда кто-то новый появляется. И это можно использовать в качестве стартовой точки рабочего процесса. Например, мы говорим, мы видим на сетевом мониторе, что появился новый хост, и через стендблсцен назначаем задачу на сканер Nessus, чтобы он его просканировал в течение часа, например. Очень удобно и повышает, безусловно, защищенность. Также у нас имеются агенты. Агенты — это софт, который мы ставим на Windows, Linux или Mac, и который позволяет нам делать то же самое, что и сетевой сканер Nessus, только на самом хосте, и затем уже результаты передаются на систему управления агентами. Это удобно, если, например, нам не дают логин и пароль для доступа к хосту, агенты не требуют такой логин и пароль, достаточно их один раз установить, и дальше они системной отчетной записью работают. И, кроме того, это, безусловно, позволяет снизить нагрузку на сеть. То есть сканирование по сети не происходит, опрос происходит внутри самой машинки, обратно отправляются только уже готовые результаты. Все эти три варианта можно свободно использовать, сочетать, варьировать и так далее. Есть отдельный сенсор или даже целая система для ASUTP. Она называется Tenable OT, и по ней мы планируем провести отдельный вебинар. Она позволяет выявлять уязвимости в ASUTP за счет комбинации, во-первых, активного опроса. То есть это когда с устройствами ASUTP на нативном их собственном языке разговаривает сканер. Это запатентованная разработка компании Tenable. Она ее получила в результате поглощения стартапа израильского, который назывался Indergy, и который, соответственно, специализируется на безопасности ASUTP. И второй компонент этого сочетания – это, соответственно, пассивный также анализ трафика, который работает на основе в том числе технологии сетевого монитора. Результаты ASUTP, если это нужно, могут быть импортированы в Tenable SC. Поддерживается также сканирование контейнеров, PCI-ASV и веб-приложений, но это уже больше к облачному. Tenable.io об этом мы сегодня не будем разговаривать. Как я говорил, Forrester называл Tenable лидером как по стратегии, то есть по направлению, куда движется продукт, так и по сильному текущему предложению. То есть сильный текущий продукт и стратегия хорошая, соответственно, Tenable у нас номер один. Теперь давайте уже непосредственно поговорим о Tenable SC, о продукте для управления уязвимостями на площадке заказчика. Значит, процесс управления уязвимостями с Tenable SC выглядит следующим образом. Пять основных компонентов, которые подразделяются на 10 подпунктов. Во-первых, нам нужно выявить все наши IT-ресурсы, то есть сети, сетевые устройства, операционные системы, интернет вещей, виртуальные машины, контейнеры, мобильные устройства и так далее. Все, что у нас есть, все, у чего есть IP-адрес. Это первая сдача, то есть нужно выявить их любыми способами. Именно поэтому у Tenable множество сканеров. Если не так, то иначе мы этот актив выявим, что он присутствует в сети. После того, как мы выявили все эти активы, происходит их оценка. И, соответственно, здесь у нас два аспекта. Во-первых, оценка на уязвимости, то есть дефекты программного обеспечения, так скажем, это могут быть уязвимости с CVE. У многих уязвимостей примерно 30% уязвимости, кстати, не имеют CVE. Tenable их тоже умеет выявлять. Возможно, недостатки конфигурации, которые приводят к тому, что система подвержена атаке и так далее. Это первый аспект. И второй аспект – это оценка соответствия стандартам различным. И здесь уже у Tenable имеется 700 готовых шаблонов сканирования. Это CIS, STIC и различные другие популярные стандарты. И, соответственно, они уже поставляются вместе с Tenable SC. После того, как мы просканировали все наши хосты, оценили их уязвимость, защищенность, соответствие требованиям и так далее, мы получаем большой объем сырых данных. По моим оценкам, по тому, что мы видели у реальных заказчиков в России, если у вас, например, тысяча хостов, то у вас будет, может быть, 50 тысяч различных вхождений в этих сырых данных уязвимостей различных. То есть… нет, прошу прощения, не 50 тысяч, наверное, 10-15, скажем так. То есть на каждый хост в среднем 10-15 каких-то, может быть, проблем будет. Соответственно, это всего лишь тысяча хостов. Если вы, средний, скажем, заказчик, переходите в категорию крупного, там, если у вас 10 тысяч хостов, то это уже где-то, наверное, 100 будет. 100 тысяч у вас различных уязвимостей или некорректных конфигураций. Такой объем человечество не способно устранить. По человеческому здесь, я понимаю, отдел информационной безопасности, который состоит из десятков, может, максимум человек, и IT, в которых есть окна, в рамках которых они могут это патчить. То есть и пока вы пропатчите это, у вас появится еще столько же уязвимостей. То есть это такой процесс, который длится бесконечно, и поэтому здесь очень важна приоритизация. То есть среди вот этих десятков тысяч уязвимостей нам нужно выбрать те, те, которые самые критичные для нас, которые являются первым приоритетом. Tannable с этим также помогает. Затем нам нужно это исправить. И здесь, конечно же, сканер уязвимостей за вас это не сделает, и за ваших коллег из IT, но он может оперативно проверить, что действительно та самая уязвимость, которую IT устранила, она действительно отсутствует. И даже в Tannable.st это можно настроить так, чтобы сам IT-специалист это проверял, чтобы не нужно было туда-сюда пересылать письма и там ответственность передавать. Ну и, естественно, последний пункт – это оценка. То есть нужно оценить, насколько мы успешны в управлении уязвимостями, насколько их количество в целом снижается, и как снижается риск. Потому что количество – это не всегда равноценно. Снижение количества – снижение уровня риска. Если мы устраняем только низко рискованной уязвимости, конечно, общий уровень риска у нас не поменяется. Давайте посмотрим теперь на архитектуру. Представим, что это наша корпоративная сеть. Вот у нас есть фейервол, наши активы, ресурсы различные. Значит, как я уже говорил, сначала мы устанавливаем сенсоры, активный сетевой сканер, агенты, пассивный сетевой сканер. Есть также такой интересный компонент – движок корреляции логов, который позволяет старшей модели Tenable C собирать логи и выявлять из них тоже уязвимости и нарушение конфигурации, также аномалии. Если нам нужно, если мы хотим посмотреть, как мы выглядим из интернета, мы можем поставить сканер Nessus наружу и посканировать, или же мы можем использовать Tenable I.O. для этого, в качестве облачного сенсора. И эта же подписка Tenable I.O. нам пригодится, если нам нужно оценивать свое соответствие стандарту PCI DSS. Ну и, соответственно, управлять всем этим Tenable C. Это софт, который мы ставим на площадке заказчика. Все уязвимости, вся информация хранится там. Он может даже работать в режиме офлайн без связки с интернетом. Важно упомянуть то, что лицензирование Tenable C происходит по IP-адресам, которые мы сканируем. Сканеры, агенты и так далее – это все бесплатно. Соответственно, вы можете ставить сканеры столько и там, где это имеет смысл. Например, если у вас жестко сегментирована сеть, и сканер не может сканировать через Firewall, не проблема, вы можете ставить свой собственный Nessus в каждом сегменте, где вам это нужно. И можете хоть на каждый хост в рамках своей лицензии установить агент, если хотите. Значит, уже упомянул то, что у Tenable имеется обширная база проверок. Интересно то, что эта база доступна публично. Вы можете зайти на сайт tenable.com и посмотреть все проверки, которые у Tenable есть в принципе. Можете поискать по ключевым словам, проверить поддержку того или иного софта, например, и почитать, о чем проверка, как ее исправлять, различные метрики и так далее. Вот я делал этот скриншот 23 сентября. Там было 147 тысяч плагинов индивидуальных проверок. Сейчас уже, наверное, 148 тысяч. Это количество достаточно быстро растет. Ну и опять же то, что мы уже говорили, у Tenable на сегодняшний день лидирующее покрытие по CVE. То есть количество CVE, которое выявляет Tenable, оно существенно выше, чем ближайшие конкуренты. И у меня есть сравнение с Quolus Rapid7. Вот мы видим разрыв примерно в 10 тысяч, наверное, CVE. Соответственно, с Max Patrol, российский продукт, ситуация примерно та же самая, наверное, чуть похуже. Насколько я помню, у них было где-то 37, может быть, 38 тысяч CVE. Вот это вот сравнение, откуда взят скриншоты, можно скачать. Можете зайти на сайт TigerOptics, там в разделе Tenable есть вот эта ссылочка. Значит, Tenable, что очень важно, включает современный веб-интерфейс, который позволяет наглядно и эстетично работать с уязвимостями, с продуктом. И мы даже проверяли, он работает на смартфонах и планшетах, что интересно. Каждый результат сканирования, он доказательный. То есть Tenable не просто говорит, у вас есть такая-то уязвимость, он также показывает, как он это выявил. То есть, например, если он нашел файл, версию библиотеки, например, или исполнимого файла с уязвимым, который уязвимо, он вам покажет, что вот по такому-то пути у вас находится уязвимый файлик, который говорит, что у него версия там 1.3.5, а должна быть 1.3.7. И, соответственно, путь указывается. И поэтому в диалоге с IT, например, вы можете очень четко обосновывать, почему вы считаете, точнее, почему Tenable считает, что есть уязвимость. Опять же, это снижает большое количество трений с нашими коллегами в IT. Ну и, естественно, в результатах сканирования также отображаются ссылочки на исправление, описание, аналитика, CSS и так далее. Этому я все покажу в демонстрации. Значит, уже упоминал, с помощью сетевого мониторинга Nessus можно в реальном времени выявлять новые хосты и новые уязвимости. Это все настраивается, и, соответственно, безусловно, пассивный сетевой сканер не выявит все уязвимости, совсем все на хосте. Например, если там есть хост, если есть софт какой-то, который не коммуницирует с интернетом, то пассивный сетевой сканер его никак не увидит. Для этого можно с помощью процессов, ворклоуов внутри Tenable SC назначать работу активному сканеру. То есть если пассивный, например, обнаружил новый хост, у нас появился, например, в сегменте SOT, можно через процесс назначить задачу активному сканеру на этот хост зайти и проверить, насколько он уязвим. Очень удобно. Следующий функционал, о котором обязательно стоит знать, это активы. Активы – это группировка всех систем, которые у нас имеются, которые мы обнаружили по абсолютно различным почти любым признакам. Среди признаков может быть IP-адрес, подсеть, операционная система, когда мы первый раз хост увидели, сколько на нем уязвимостей, есть ли для него эксплойт, какие порты открыты, когда мы последний раз сканировали, какой софт на нем есть и так далее. Плюс можно делать статичные группы, например, такая-то подсеть, например, SOT в Москве или SOT в Питере. И затем можно комбинировать. Здесь combination, можно все эти группы комбинировать. Поэтому у нас в итоге может появляться такие интересные группы, например, системы Linux в Москве, в офисе на улице Правды, у которых нет ботнетов, на которых не обнаружена активность ботнетов. И хосты в этом активе, они формируются динамически. То есть каждый раз, когда сканер получает, точнее, система управления получает актуальную информацию от сканера или от сенсора, все это пересчитывается. То есть у нас всегда актуальная информация. Таким образом, нам уже, как людям, которые создают задачи на сканирование, нам не нужно как-то искать списки IP-адресов, где у нас там Windows, где Linux, назначать задачи и так далее. Вместо этого сначала с помощью Tenable вы делаете инвентаризационный скан, то есть вы выявляете актуальную картину состояния вашей инфраструктуры. Где у вас Linux, где у вас Windows, где у вас еще что-то. А затем вступает в силу просто политики сканирования, где указаны динамические списки. Вот это политика на Windows со своими учетными записями, это политика на Linux, это там отдельный сегмент и так далее. То есть ничего перестраивать, искать, добавлять, скрупулезно собирать IP-адреса и так далее. Ничего этого не нужно делать. Ролевая модель. Очень сильная. Вот NBSC. Значит, у нас есть две сущности роли. То есть то, что может пользователь делать в системе и группы. С чем он это может делать, с какими данными. И, соответственно, на основании комбинации роли и группы мы можем очень гранулярно нарезать кому и что, и с чем мы разрешаем делать. Таким образом, можем пускать систему IT без проблем. Они могут видеть свои хосты, видеть какие там может быть на них уязвимости, и даже могут запускать сканы, чтобы проверить, что уязвимость устранена. Можем запускать руководство, аудиторов, коллег и так далее. Очень удобно. Еще один функционал – это solutions. То есть это решение по-русски. Это рекомендации по снижению уровня риска, которые сгруппированы по нескольким хостам. Например, если вы установите этот патч, то вы снизите уровень риска по вашей сети на 5%. Достаточно интересно, помогает понять также, с чего начинать. Имеются дашборды. Порядка 100-100 встроенных дашбордов для руководителей, для специалистов в различных срезах, по динамике, тренды и так далее. И, конечно же, отчеты. Тоже порядка 100 уже готовых отчетов, точнее шаблонов отчетов. Можно их экспортировать в различных форматах, и также можно их забирать через API. И хочу также отдельно сказать про проблему приоритизации. Упоминал об этом то, что даже в средней компании большое количество уязвимостей. И типично их приоритизируют по CVSS. Проблема в том, что CVSS – это статичный показатель, который кто-то когда-то установил. Непонятно, на чем он основывался и насколько релевантна эта уязвимость. Например, если уязвимость появилась два года назад, к ней никто никогда не придумал эксплойт, и никто ее на самом деле не использовал, наверное, ее критичность будет пониже, чем какая-то новая уязвимость, какой-нибудь Zero Day, которому уже известен эксплойт, и который сейчас активно эксплуатирует злоумышленники, даже если CVSS у нее одинаковый. Чтобы решить эту проблему, Tenable придумал VPR, так называемый Vulnerability Priority Rating, то есть рейтинг приоритетности уязвимости. И этот рейтинг VPR, он меняется в зависимости от того, что происходит в мире с уязвимостями. Три аспекта идут в этот VPR, в эту циферку. Во-первых, это наработки Tenable. У них уже есть большая база из 147 тысяч проверок, в которых 109 тысяч уязвимостей они используют для того, чтобы проанализировать данные от них и затем сказать, вот эта новая уязвимость, которая только что появилась, она похожа на такие-то другие, поэтому мы предсказываем, что она будет такого-то уровня риска на самом деле. Это первый сигнал. Второй сигнал динамический – это киберразведка. Это мониторинг того, что злоумышленники на самом деле сейчас делают с уязвимостями и с эксплойтами. То есть здесь Tenable мониторит все вот эти darkweb, darknets, фиды твиттера, где разговаривают об уязвимостях, о CVE-шках, блоге, исследователи и так далее. То есть различные открытые и закрытые источники информации, чтобы понять, какой сейчас эксплойт или какая уязвимость активно используется. Кроме того, сюда идет информация о том, в принципе, есть ли эксплойт к уязвимости, сколько он проверен, насколько он работоспособен и другие параметры. Это второй сигнал. И третий сигнал – это статическая оценка уязвимостей, по сути, примерно те же данные, которые берет CVSS. И на выходе из этого мы получаем новый рейтинг, тоже от 0 до 10, как CVSS, но он уже динамический. Каждые сутки, каждое утро по московскому времени VPR рейтинг для уязвимостей пересчитывается, и он отражает текущее актуальное состояние и ранжирование уязвимостей. По подсчетам Tenable у реальных заказчиков это позволило сократить их трудозатраты на 97%, потому что Tenable с помощью VPR рейтинга дает выборку из 3% уязвимостей, которые реально на сегодняшний день наиболее критичны. И вот здесь можно посмотреть практический пример силы VPR для уязвимости CVE 2018 года. Это уязвимость в Adria Linux была. Мало того, что VPR рейтинг появился за 70 дней до CVSS, но он также был динамичным, то есть он отражал реальность происходящего, то есть то, что сначала даже эксплойта не было, потом был эксплойт, но еще не проверены, были дискуссии на различных хакерских форумах, и затем все как-то перестали разговаривать, пока не вышел официальный CVSS, и потом критичность повысилась. То есть достаточно интересный такой функционал. Опять же, отбрасывать CVSS, конечно же, не надо, его можно продолжать использовать, но VPR дает вам дополнительное измерение критичности, и если раньше у вас было только вот это, например, измерение CVSS, то теперь у вас такое появляется двухмерное измерение, еще и VPR, и, например, там, где VPR 9 и выше, и там, где CVSS 9 и выше, наверное, это вот прям самые для вас критичные измерения. Да, вот начинайте с этого. Потом можете расширяться там вверх или влево. Так, теперь давайте посмотрим, есть ли у нас вопросы, и посмотрим на продукт. Так, сенсоры уровня сети или уровня хоста. Алекс, ну, как я рассказал, есть такие и такие, то есть есть и сетевой сканер, и активный сетевой, пассивный, и есть агенты. Коллеги, если есть вопросы, задавайте. Значит, перед вами интерфейс Standable SC, как я говорил, веб-интерфейс. Первый экран – это дашборды, на которых отображаются различные статистики, результаты сканирования, в данном случае по CVE, информация о инвентаризации хостов, какие мы нашли, как мы их нашли и так далее. Общая информация по VPR, в нашем случае, вот так это выглядит. Информация для руководства. Что интересно руководству, это в основном тренды, то есть рост или падение уязвимости, наличие систем. Как с течением времени у нас количество уязвимостей падает или растет и так далее. Для технических специалистов может быть более интересны какие-то детальные вещи, например, какие у нас там топ-10 уязвимостей, какие самые уязвимые системы и так далее. Но обычно работу системы мы, как я говорил, начинаем с того, что сначала мы создаем шаблон политики на инвентаризацию. Для этого есть специальный уже готовый, как я сказал, шаблон. Его даже особо менять не нужно, но если хотим, можно задать различные аспекты, как мы пингуем, ищем хосты и так далее. После того, как мы сделали задачу на инвентаризацию и просканировали всю нашу сеть, посмотрели, какие у нас там хосты имеются, эта задача нам наполняет активы, ассеты. И вот в нашем случае, вот посмотрите, какие есть различные категории. Вот та моя категория, которую я использовал в качестве примера. Давайте посмотрим, как она составляется. То есть вот динамический запрос, комбинация, линукс хосты, подсеть на улице правды и не ботнет активность. Я могу, в принципе, здесь использовать и любые другие критерии, которые мне доступны. Но не только комбинации. То есть есть большой набор шаблонов, опять же, по различным признакам, то есть поведение устройств, типы устройств, операционные системы, софт, уязвимости, статические списки. Можем делать внешние запросы, полдап, например, из AD забирать. Можем использовать комбинацию и динамический запрос. То есть здесь мы уже делаем различные правила, которые обращаются к базе Tenable. То есть, например, критичность, уязвимости, когда мы видели хост, какие порты открыты, MAC, имя, операционная система или любой другой плагин из тех 147 тысяч, который, по сути, открывает нам безграничные возможности. И, естественно, мы можем делать не просто один указывать плагин, можем делать комбинации. То есть и или логика доступна, что позволяет нам делать достаточно мощные правила и комбинировать активы именно так, как нам нужно. Ну, в данном случае для задачи сканирования больше всего подходят типичные категории хосты Linux, хосты Windows. И можно, например, если достаточное количество сетевых устройств, можно вот сделать такие категории, там, фейерволы, раутеры, свитчи, если, может быть, скажем так, экзотических таких хостов не очень много, можно просто сделать комбинацию наше подсеть, но не Windows и не Linux. И, соответственно, там останется уже какие-то действительно экзотические системы, которые не подходят под те или иные категории традиционные. На них можно отдельно навесить политики и уже разобраться, что у нас там есть сети не Windows и не Linux. После того, как мы провели инвентаризацию, мы делаем сканирование на уязвимости. Я сейчас покажу вам расширенный шаблон, то есть здесь можно переопределять все характеристики, как мы сканируем, как мы сервисы обнаруживаем, SSL, используем ли BruteForce для перебора паролей, ищем ли мы вредоносы по хэшам, как мы авторизуемся в Windows, проверяем на соответствие стандартам. И что интересно, вот эти 147 тысяч плагинов, они все вот здесь. Если мы хотим, мы можем их включать, индивидуальные плагины или целой группы, выключать, оставлять только отдельные проверки, можем проверять только на CVE, например, если хотим, или еще что-то. Очень гибкая система, но в принципе Tenable рекомендует оставить все как есть. Сканер достаточно умный, чтобы им не нужно было говорить, что делать, они очень хорошо сканируют и сами. Но, естественно, можно оставлять отдельные проверки, если нам это необходимо. И, кроме того, также интересно и полезно знать, что плагины, они, в принципе, доступны. То есть можно вот открыть такую вкладочку и посмотреть детальную информацию по плагинам. Сейчас я попробую найти какой-нибудь интересный. Например, Microsoft. И посмотрим, как он выглядит. Например, давайте по имени. Что-нибудь, где есть слово Windows. Например, как обнаруживается Apache Tomcat на Windows. Вот мы видим, что здесь описание плагина, соответственно, ссылочки и так далее. Еще один пример. Вот этот пример более интересный, потому что мы видим, что здесь есть источник, но он зашифрован. Давайте попробуем найти. Вот, значит, есть плагин, для которого виден исходный код. И, соответственно, здесь можно посмотреть, как плагины определяются. В принципе, Tenable поддерживает создание своих собственных хастомных плагинов, но, конечно, для этого нужно уметь писать на языке разработки плагинов. Соответственно, когда мы создали наш шаблон сканирования, дальше мы идем и создаем задачу на сканирование. И здесь, как я говорил, мы выбираем сначала проверку, то есть шаблон, то есть как мы проверяем, а затем мы выбираем, что мы проверяем. И вот здесь вот мы видим, соответственно, силу Tenable SE и функционала активов, то есть нам здесь не нужно указывать обязательно конкретно IP-адреса и хасты, хотя мы можем это сделать. Мы можем здесь указать динамическую группу, например, хасты, которые у нас в Москве есть, или серверы с RDP, или, может быть, там та же подсеть на улице Правды, или машины, где есть антивирусы, машины, где есть ботнет-активность. Все что угодно можем здесь выбирать, можем выбирать несколько категорий. И, кроме того, еще одна особенность, то есть то, что мы можем указывать несколько учетных записей. И Tenable будет их автоматически перебирать, подбирать именно ту учетную запись, которая подойдет на хосте. Опять же, очень удобно. Не нужно создавать несколько задач сканирования, если у нас, например, разные пароли Windows или SSH. Задаем расписание сканирования. Это может быть по запросу прямо сейчас, ежедневно, еженедельно, или в зависимости от того, когда завершится другой скан. Также достаточно интересный функционал. После того, как скан закончился, результаты индивидуального скана у нас попадают в скан-резалтс, и мы их можем здесь посмотреть. Но смотреть результаты отдельных сканов – это не очень интересно, потому что там, опять же, в зависимости от категории активов и так далее, это могут быть нарезка, да, то есть только часть хостов. И это не то, как Tenable предлагает использовать, соответственно, систему управления юзивостями. Вместо этого в Tenable есть раздел такой Vulnerability Analysis. Это отображение, которое показывает нам текущее состояние всей нашей инфраструктуры со всеми ее актуальными уязвимостями, которые собраны на основе множества сканов. То есть вот этот вот экран, вот это отображение в нашей маленькой, скажем, инфраструктуре. У нас там не так уж и много хостов. Сейчас давайте посмотрим. Вот у нас тысяча результатов, а хостов у нас живых 500, то есть в два раза больше. И здесь мы видим срез все, все уязвимости, вся информация, которая у нас есть по нашей инфраструктуре. Не по индивидуальному скану, а по всем, соответственно, сканам актуальным. Но если мы хотим, мы можем сделать и дифференциальный, например, срез. То есть можем посмотреть, какие появились новые уязвимости между двумя определенными датами. Например, за последнюю неделю, один из вариантов. Какие появились новые уязвимости или какие, в принципе, присутствуют уязвимости. Можем смотреть нарезку данных в различных форматах. Например, можем посмотреть, какие цвы есть в нашей инфраструктуре, их количество. Можем посмотреть результаты инвентаризации. Например, какие у нас есть операционные системы. И, соответственно, это все нажимаемо. Можем пройти вниз и посмотреть, а что это за хосты, например, с Windows 2018. Можем посмотреть список программного обеспечения, SSH-серверов, какие бюллетени Microsoft. Ну и, соответственно, индивидуальные уязвимости. Когда мы смотрим индивидуальные уязвимости, тут, наверное, нам интереснее посмотреть что-то серьезное. Давайте посмотрим критическую уязвимость. Ну, например, Ubuntu. Значит, в данном случае, как я и говорил, вот нам Tenable говорит, что у нас установлен такой-то пэкэдж, приводится его версия, а исправленный пэкэдж вот такой-то версии. То есть они различаются. И тут даже два. Два вхождения. Справа у нас указывается различная информация о том, когда мы впервые обнаружили уязвимость, когда мы последний раз ее видели, информация о хосте. Параметры CVSS, в том числе CVSS третьей версии, информация об эксплойте, в данном случае нет эксплойта. И вот, как, может быть, заметили, есть VPR. Vulnerability Priority Rating 6,7 в данном случае, хотя CVSS, например, 9,8. Видите, разительное в данном случае отличие. Почему? Почему нам описывается вот здесь ключевые драйверы VPR. Уязвимость достаточно старая, CVSS Impact 5,9, эксплойт недоказанный. Не очень много продуктов таких используется, этот софт. Угроза не очень активная. Последний раз мы видели разговор об этой уязвимости больше года назад. И мы не видели никаких известных источников, которые эксплуатируют эту угрозу. Вот, соответственно, бэкграундная информация, почему у VPR 6,7 рейтинга. То есть вот источники этого рейтинга. Дальше, если, например, мы передали IT, эту уязвимость, они ее пофиксили, сами коллеги IT, или мы можем, соответственно, запустить скан, который проверяет только эту одну уязвимость на этом хосте. Очень удобно проверять, что она действительно устранена. Или, с другой стороны, например, если мы считаем, что данная уязвимость для нас не критична и не представляет риск по той или иной причине, мы можем ее принять, принять этот риск навсегда или до определенного момента. Можем обосновать это в комментарии. Или, например, мы считаем, что она не критична, как нам говорит CVSS, а у нее, скажем, низкий риск, потому что этот хост у нас там выключен 23 часа в сутки. Тоже можем переоформить ее критичность. Вот. Солюшнс. Это решение, как я говорил, соответственно, здесь группируются все наши хосты, все наши уязвимости по группам устранения, да, то есть что нужно, как можно установить там один патч одинаковый, по крайней мере, лучше всего снизить риски в нашей сети. Вот, например, у нас больше всего риск поможет снизить установка вот этого патча для CentOS. И здесь мы смотрим детали, то, что 6 хостов подвержены этой уязвимости, 41 уязвимость покрывается вот этим вот одним патчем. 7,4 наивысший рейтинг VPR и 9,8 CVSS. Вот мы видим, какие уязвимости входят сюда и какие хосты, соответственно, подвержены этому. Ну, на высоком уровне, наверное, это все. От NMVSC рассказывать, конечно, можно много о чем, в том числе об учетных записях, о блэкаутах, то есть когда окна, когда нельзя сканировать в соответствии с стандартам, отчетности и так далее. Но в первом приближении, я думаю, что этого будет более чем достаточно. Так, коллеги, смотрю вопросы, есть ли база VPR, чтобы посмотреть уязвимость без скана. VPR – это, скажем так, платная фича, которая доступна в рамках Tannable SC и Tannable I.O. Поэтому, если у вас есть подписка, то вы можете зайти и посмотреть. Можно ли смотреть, в каких категориях находится хост? Да, конечно, то есть вы можете найти IP-адрес. Например, давайте очистим наши фильтры. Посмотрим на IP-адрес какой-нибудь. Например, я думаю, что вот этот будет находиться в нескольких категориях. И мы видим все активы, куда он входит. То есть Linux, система, которую мы сканировали, система, по которой нам известен список софта, есть SSL, есть exploit, сканировали последние 14 дней, на последнюю неделю видели на улице Правды, система Linux на улице Правды в Москве, Linux в Москве и подсети. Ну и плюс мы видим другую статистику, то есть какие уязвимости тут находятся. Если мы, соответственно, нажмем на этот хост, то мы уже увидим список информации о нем. Так, как формируется список программного обеспечения Сергея? Значит, он формируется на основе запросов к хостам. То есть на каждой платформе, которая поддерживает Tenable, есть специальные команды, которые позволяют выдать нам список установленных пакетов, если это Linux или установленного ПО, если это видно. Соответственно, на основании таких запросов список ПО и формируется. Так, я заранее прошу прощения за шум, который, наверное, тут имеется. Так, коллеги, есть ли еще какие-нибудь вопросы? Возвращайте вопросы. Пока что скажу, что вебинар записывается, запись будет доступна. Продукт доступен также для тестирования, для приватной демонстрации. Мы готовы провести такой вебинар частным образом, осветить ту тему, которая, может быть, вам индивидуально важна. Ответим на дополнительные вопросы. Так, и давайте посмотрим еще вопросы. Так, непонятно, как сканировать хост без учетки. Нужно ли вводить учетные данные от AD или сканирование происходит только снаружи? Если снаружи, то опять следующий вопрос. Как происходит синхронизация сканирования со средствами защиты? Значит, Алекс, если у нас нет учетных данных для хоста, у нас есть два варианта. Самый правильный вариант – это заставить IT установить на хост-агент Tenable, который будет нам отдавать информацию по расписанию, да, какие уязвимости, какой софт, нарушение регуляторных требований и так далее. Это самый правильный, самый детальный способ узнать, насколько наш хост уязвим. При установке агента, естественно, его нужно устанавливать с правами локального администратора. С одной стороны, с другой стороны, скорее всего, это сделает IT, то есть у них есть эта возможность. Затем агент работает системными правами, то есть нам учетка для его функционирования постоянно не нужна. Если же мы не можем на хост, например, установить агент, у нас нет к нему логина и пароля, ну, тогда вопрос, а что это за хост в нашей сети, в котором мы не можем не так, не так попасть, да, то есть это очень как бы уже серая зона. Тем не менее, чтобы оценить уязвимость этого хоста, у нас без логина и пароля, без агента, у нас тоже есть два способа. Во-первых, мы можем его просто просканировать активным сетевым сканером Nessus, и мы получим определенное количество информации. Опять-таки, в зависимости от того, что на нем установлено. Если это там Windows или Linux, то мы получим нормальную информацию. Если это какое-то непонятное сетевое устройство, то не очень много. И также мы можем мониторить трафик этого хоста с помощью сетевого сканера Nessus. Опять же, в зависимости от того, как сильно этот хост коммуницирует с сетью, мы можем выявить и уязвимости, и что это за хост, и какой софт на нем установлен и так далее. Значит, агенты есть под Windows, под Linux и под Mac. Как происходит синхронизация сканирования со средствами защиты? Ну, я бы сказал, что это в некотором смысле организационный вопрос. То есть каких-то там срабатываний антивируса на сканер Nessus мне неизвестно. Требуются ли права локального администратора для получения списка ПО? На Linux нет, на Windows типично да. И вообще, чтобы нормально провести сканирование, конечно же, нужны перелегированные права на хостей. Иначе у нас есть всегда риск, что мы не все увидим на хосте и не сможем адекватно оценить уязвимость. То есть система может выявлять новые хосты, которые появились в сети, к примеру, за последнюю неделю. Да, конечно, и опять же два варианта. Мы можем использовать для этого сетевой сенсор Nessus Network Monitor, который в реальном времени вам показывает, кто появился в сети. Или можем просто делать инвентаризацию, например, раз в неделю, и Tenable вам покажет, какие хосты появились за последнюю неделю. И выводить данные в отдельный список. Да, да, конечно. Давайте я включу обратно демонстрацию экрана и покажу, как это делать. Так, экран видно. Вот, значит, это делается через функционал активов, assets. И нам нужен динамический ассет. Тут, по-моему, даже есть специальное такое правило. Last Days since Discovery, да. То есть это количество дней, которое прошло со дня первого появления хоста. То есть хосты, новые хосты за семь дней. Вот так легко и просто за минуту буквально мы создали, Сергей, то, что вы просили. То есть новые хосты, которые появились за семь дней. И вот мы можем посмотреть их список. Четыре хоста у нас. Вот они. Вот эти вот хосты были впервые обнаружены. И дальше мы это можем использовать в дашбордах, в отчетах, в задачах на сканирование, в выводе результатов уязвимости. Дебиан, агенты, дебиан. Ну, можно посмотреть, подо что есть агенты. Есть такой раздел Cannibal Downloads. Агенты. Значит, мы видим то, что есть Mac, Amazon, Red Hat, Suzy, Ubuntu, дебиан. Федора. Так. Могут ли Теннабл являть плохие хосты, которые ведут вредоносную активность? Да, как я уже показывал, есть... Ну, опять же, нужно определить, что значит вредоносная активность. Да, это очень такая сомнительная категория. Есть с помощью различных сенсоров старшая версия Теннабл СС, вот LCE, вот этот сборщик логов. Он может видеть аномалии, он может видеть активность по вторжениям. Вот, например, плагины с ID 800 тысяч и выше используют этот вот LCE-движок, чтобы выявлять какие-то не очень корректные вещи, которые делают хосты. Батнет-активность. Давайте посмотрим, как она определяется. Я думаю, что тоже плагины высоких каких-то... Да, тоже 800 и некоторые другие. Соответственно, здесь, скорее всего, сочетание происходит нескольких сенсоров. Но здесь важно понимать, что мы, конечно, уже переходим немножко в категорию IPS-IDS. Не совсем то, для чего Теннабл создавался, но, тем не менее, некоторые пересечения есть. Есть и другие категории, например, хосты с вредоносами, хосты, для которых есть эксплойты и так далее. Вот. Больше вопросов, коллеги, я не вижу. Тогда всем большое спасибо за сегодняшнее... за участие в вебинаре, за интересные вопросы. Напомню, система доступна для тестирования. Обращайтесь к коллегам из медиалог науки, они смогут организовать тест. Вот. И если также вопросы появляются, тоже обращайтесь к ним или к нам. Будем рады ответить на все вопросы. Всем большое спасибо. На этом завершаем. До свидания. Продолжение следует...